Всем привет! Сегодняшняя наша серия о велосипедной джерси, которую я разложил перед собой и также перед вашими экранами. Для тех, кто не понимает или плохо видно, что же такое велоджерси, по сути, самым простым языком это футболка с длинным рукавом. Все они покупались на просторах Алиэкспресса за совершенно скромные деньги по сравнению с тем, что продают в московских магазинах. И сразу скажу тем, кто считает, что в наших магазинах качественнее, чем в Китае, это все брехня. Почему я так могу смело заявлять, потому что, во-первых, я проехал в этих футболках джерси, будем говорить правильно, в этих джерси достаточно большое количество времени или расстояния, кому как удобно, достаточно жестко убирался в них на трассах и не только. И они все были постираны много-много раз. Итак, швы нигде не расходятся, вот совершенно нигде. От падения нет никаких следов, нету рваных мест и ни одна из джерси не стала блеклая от стирок. Так что переплачивать за то, что продают в Москве, я смысла не вижу. Но есть один небольшой нюанс, это подбор размера. И для того, чтобы показать и рассказать более подробно все косяки, мне надо будет каждую из них померить и показать вам уже на своем примере. Переходим к переодеванию. Ну и давайте по порядку. Данная джерси уже три года, она была приобретена одной из первых. На самом деле заказывал я сразу две штуки и тут не обошлось косяков со стороны китайского продавца. Одна из футболок, точнее из джерси, на меня не налезла от слова совсем, а данная оказалась достаточно короткая. Как в районе рукавов, рукав должен быть где-то здесь, перекрывать немного кисть, так и в районе штанов. Джерси должна быть сильно ниже, чтобы прикрыть вам задницу при езде. Но та, которая не налезла, обошлась мне в 0 рублей, а данная после спора с продавцом обошлась мне в 150 рублей, что достаточно неплохо, так как катать в ней можно и я откатал в ней реально два сезона полноценных. Она достаточно прикольная. Защиту, конечно, под нее не надеть, но я катаюсь без защиты. Увы и ах. Переходим к следующей. Итак, следующая джерси. Ей уже где-то два года и, как вы можете увидеть, рукава здесь той длины, которую нужны. Также она прикрывает штаны настолько, насколько нужно, но она немножко на мне болтается. По какой причине это произошло? По причине небольшого недопонимания между нами, как покупателями, и китайцем, как продавцом. Мы отправили ему четкие размеры моего туловища. На что он подумал? То, что джерси – это одежда для более экстремальной езды, соответственно, наверное, я еще и защиту одеваю. Защиту, к слову, я не одеваю по причине того, что у меня и нет. Итак, джерси пришла из расчета того, что на свое тело я надену полный комплект брони, ну, верхней брони, брони туловища, кому как удобно. Черепаху, например, для тех, кто не понимает. Брони у меня, к слову, на данный момент нет, но она мне не нужна по причине того, что в горы я, в принципе, не езжу. Как только поеду в горы, появится броня. А на данный момент я катаюсь так, и это даже прикольно, то, что она больше. Вечерами я одеваю ее на балахон. Если, например, вы упадете на какой-то тропинке, то зачем коцать или пачкать дорогой балахон? А дешманцу джерси совершенно не жалко. Переходим к следующему. Следующий джерси, который я вам покажу, также заказывался два года назад, но у другого продавца, в принципе, они заказывались условно в одно время. Поэтому что у одной косяк с размером из расчета под защиту, так же и у второй. Поэтому просто показывать неинтересно. Давайте я покажу, как она выглядит, когда я катаюсь в балахоне и джерси. Вот так это выглядит вместе с балахоном. Все достаточно удобно, комфортно, и при езде меня никоим образом не напрягает. Итак, джерси из расчета под защиту, точнее, на защиту у меня уже есть. В этом году надо купить те джерси, которые будут просто нормально сидеть на мне без расчетов на всякие черепахи и все прочее. Ну а для тех, кому не нравится джерси или не хочет связываться с Китаем, также есть вариант. И сейчас я вам его тоже покажу. Ну а данный экземпляр подойдет тем, кому, возможно, не нравится джерси по причине того, что у них длинные рукава или что-то еще. Может быть, он считает, что в них жарко. Спорить на эту тему я смысла вообще не вижу. Каждый пусть остается при своем мнении. Также, может быть, этим людям не хочется делать заказ в Китае, потому что он считает, что качество хуже. Это, опять же, мы опустим это мнение каждого, и пусть оно остается чисто при себе. Или вариант того, что можно не попасть в размер. Тогда для таких людей существуют магазины в их городе. Вы можете купить любые футболки, такие как, например, эта. Ее можно было сразу прийти в магазин, померить и купить. Правда, стоит она сильно больше. Это оригинал КК, и за стоимость одной футболки можно было купить дофига-дофига всякой одежды в тех же джерси из Китая. Но тут, как говорится, выбирает каждый сам за себя и по своему кошельку. На этом, в принципе, у меня все. Всем удачи и пока! Пишите в комментах, в чем катаетесь вы, на какой одежде вы обжигались, что, по вашему мнению, лучше купить в Китае или в России. До связи! Итак, вот небольшая кучка перчаток. Сразу скажу, это не все. Я их 100% разрежу, дабы посмотреть и показать вам, что там все-таки внутри находят. Раньше, по крайней мере, давным-давно, перчатки делали гораздо лучше. Они все рваные. Они все растянулись. Но, в принципе, тоже не беда. Они лучше проветриваются. И у них, главное, еще тач есть. Хотя мне это особо не нужно. Я скажу, что в минусовую, если вы не сильно гоните и не разогреваетесь, то, как мы видим, я на эти места не падаю. И поэтому, я не знаю. Я не всегда топлю и частенько останавливаюсь так же покурить. И после этого в холоднющих перчатках это просто жесть какая-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова